Здравствуйте, уважаемые матинцы и гости нашей южной столицы! Прошел сезон отпусков. Мы возвращаемся к нашим извечным и новым проблемам. Первая половина года ознаменовалась ливнями, подтоплениями некоторых городских районов и другими бедствиями. Была даже принята программа модернизации рычной системы, которая призвана решить этот вопрос в ближайшем будущем. Готовься, а не следа, говорит народная мудрость. Поэтому давайте обратим свой взор на события, которые произойдет уже очень скоро. С 29 января по 8 февраля в Алматы будет проведена 28 зимняя универсиады. Мы ожидаем, что в соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов из 64 стран мира. Игры посмотрят более миллиарда телезрителей и свыше 30 тысяч туристов на спортивных площадках нашего города. Итак, город и мир спорта. Для подготовки к универсиаде будет привлечено более 3000 волонтеров. Но число желающих стать добровольными помощниками уже перевалило за 4000. Тем, кто ворчит и считает деньги, а это совершенно правильно, можем подсластить пилюлю. Сегодня очень твердая установка Акима нашего города, что универсиада в Алматы должна пройти очень скромно, говорят ответственные лица. Не будет затратной и программа открытия универсиады. Решили не приглашать дорогостоящих звезд и обойтись собственными силами. Думаю, что это правильно. Зрители, прежде всего зарубежные, должны увидеть высокий уровень наших актеров и постановщиков. Надеюсь, что они смогут передать национальный колорит нашего любимого города в церемонии открытия игр. Устроители игр даже планируют вернуть казну за счет экономии части средств, выделенных из бюджета. А это даже после сокращения бюджета универсиады с 32 миллиардов тенге до 17 миллиардов. Итак, что предстоит сделать? В Алматы предстоит построить ледовый дворец, два ледовых катка, студенческий городок, олимпийскую деревню и достроить международный терминал аэропорта. Некоторые объекты остались после седьмых зимних азиатских игр, и их необходимо привести в надлежащее состояние. Будут построены и временные объекты. Например, на Старой площади на временном сооружении пройдут соревнования по лыжной акробатике, где будут жить туристы и спортсмены. Для участников соревнований будет построена специальная жилая деревня. Сейчас в Алматы 6 5-звездных отелей. 25 отелей имеют 4 звезды, 26 отелей – 3 звезды, 65 гостиниц без категорий. Конечно, этого мало, поэтому до конца года будут открыты еще три новых отеля – Кимпинский, Хилтон и Мэгат-хотел. Для универсиады предполагается пополнить городской парк автобусов, модернизировать объекты здравоохранения и еще многое другое. Как видим, игры – это не только спорт, но и новые тренды развития города. Благодаря универсиаде город сможет стать более спортивным и более современным. Как Алматы распорядиться объектами универсиады? Придут ли они в запустение или станут активно использоваться горожанами? Это вопрос к нашим властям. Помните Ильфа и Петрова? Квартирный вопрос испортил москвичей. Прошло время, и уже другой вопрос портит алматинцев и улицы нашего города. И это вопрос парковок. Надо признать, что проблема возникла в последние 20 лет. Старые алматинцы прекрасно знают, что город планировался в соответствии с советскими стандартами, когда большинство горожан пользовались услугами общественного транспорта. А по статистике на 100 семей приходилось не более 10 автомобилей. Естественно, что в те времена парковаться можно было практически везде. Соответственной была ширина улиц и проспектов и количество парковочных мест. Но за годы независимости многое изменилось. Алматы из небольшого города стал густонаселенным мегаполисом. Сейчас в нашем городе проживает 1 миллион 722 тысячи человек. Это почти 10% населения всего Казахстана. Итак, в Алматы зарегистрировано 550 тысяч автомобилей. Теперь на каждую семью статистически приходится 1,6 авто. А это значит, что вокруг каждого жилого дома, офиса должна быть соответствующая парковка. А ведь горожане ездят в театры, кино, музеи, выставки. Посещают парки, зоопарки, места отдыха. И везде нужно припарковать свой автомобиль. Добавим еще более 200 тысяч автомобилей, которые приезжают в город каждый день. Если усреднить габаритные размеры этих автомобилей, то они выстроятся в 5-километровую очередь. В результате длительных экспериментов решено создать единую автоматизированную систему платной парковки Алматы. Уже сейчас соответствующие места есть в районе Зеленого базара, здания Акимата и других местах. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Почти полвека назад эту фразу, ставшей крылатой, произнес Юрий Деточкин, герой легендарного фильма «Берегись автомобиля». И вот спустя полвека эти дополнительные трудности налицо. Желание иметь собственный транспорт привело к настоящим технократическим проблемам. Многокилометровые пробки, пелена смога над мегаполисами, создающая экологические проблемы. И стихийные парковки в больших и малых городах. Если еще в прошлом веке все крупнейшие города мира стали бороться со стихийными парковками, то в Казахстане, а точнее пока только в Алматы, за решение актуальной проблемы взялись два месяца назад. Железультаты есть. Значит, если раньше вы обратили внимание, что были очень много пробок, вот, по этим, именно вот здесь в районе Зеленого базара, на этих улицах, были большие пробки, если помните. Вот, сейчас уже этих пробок нету практически. Водители приезжают, машины паркуют, вот, и, соответственно, значит, там улицы сильно разгружены. В дальнейшем планируется, значит, у нас открываться будет еще, в этом году еще 56 объектов, вот. И, значит, по плану проекта на два года, в общем, 176 объектов по городу Алматы. Значит, проект очень необходим. В Амстердаме более 10 лет назад убрали все бесплатные парковочные стоянки. В настоящее время голландский мегаполис лидирует в рейтинге мировых столиц с самыми высокими ценами на парковку. В Брюсселе платные парковки появились 20 лет назад. С проблемой обилия машин первыми в мире столкнулись японцы. Они нашли оригинальное решение. Каждый японец еще до приобретения машины должен обеспечить себе парковочное место. Так, например, в Пекине платные парковки ввели, чтобы бороться с уровнем загрязнения воздуха. В Риме градозащитники и вовсе запретили въезжать на автомобилях в исторический центр. В Париже бесплатно парковаться можно только в воскресенье ночью до 8 утра, а также в течение августа, когда парижане уезжают в отпуска. Введение платных парковок в Алматы уже дает свои результаты. По итогам мониторинга, который проводится сотрудниками технической службы платных паркингов, за прошедший месяц почти на 30% разгружены близлежащие улицы у зеленого рынка Алматы. Горожане постепенно привыкают пользоваться новой системой. Тем более, что в европейских городах такая система введена уже давно. Уже сейчас процесс оплаты и получения чека занимает меньше времени, нежели на начальном этапе. Введение новой системы дисциплинирует наших водителей. Как отмечают операторы системы, в зоне автоматизированной платной парковки можно найти свободное место и практически не стало неправильно припаркованных машин. Улучшилось движение и, к тому же, автомобилисты могут получать бонусы за пользование новой системой. За регистрацию в мобильном приложении начислено более 1200 часов бесплатной парковки, а в акции приняло участие около 600 автолюбителей Южной столицы, каждому из которых было подарено 2 часа бесплатной парковки. К тому же, сэкономить время и оплатить парковку онлайн поможет мобильное приложение парковки Алматы. Все вроде бы хорошо, но через сомнения все-таки гложет меня. Вспоминается история с карточками Огай. Хотели сделать систему оплаты проезда безналичной, дабы избежать соблазнов? А вот опять возвращаемся к старой системе. Городские власти сообщают, что 57 автобусных маршрутов в Алматы оборудованы терминалами для оплаты проезда наличными. В скором времени они появятся во всех троллейбусах и автобусах города. Сколько шума и скандалов было системой безналичной оплаты. Были слезы, нервы и скандалы. А ведь можно было с самого начала просто подумать, а потом сделать. А у нас сначала сделали, а потом стали думать и переделывать. Вот бы узнать, наказали ли кого-нибудь за эти безобразия. Или тем же людям поручили заняться парковками. Весь мир взволновало разрушительное землетрясение, которое произошло 24 августа в Италии. Особенно это трагическое событие встревожило жителей Алматы и Алматинской области. Регион расположен в исконно сейсмоопасной зоне во всей Центральной Азии. Как на сегодня решаются проблемы сейсмобезопасности в республике? Тема сейсмологии остается волнующей не только для жителей Алматы и Казахстана, но и для всей планеты в целом. Ни одно землетрясение в мире не проходит бесследно для нашей Земли. Так, например, в результате японского землетрясения 11 марта 2010 года, когда вышла из строя атомная электростанция «Фукусима-1», ученые зафиксировали сдвиг земной оси на 17 сантиметров. В ночь на 24 августа Центральная сейсмическая обсерватория Института сейсмологии Казахстана зарегистрировала удаленные толчки в обширной зоне Опенинского хребта. Аппаратура казахстанской службы сейсмологии позволяет фиксировать далекие землетрясения. Наутро весь мир узнал о трагедии в Италии. У многих жителей крупнейшего казахстанского мегаполиса, расположенного в зоне сейсмической активности, это стихийное бедствие вызвало панику, особенно в соцсетях. В интернете появились устрашающие прогнозы о разрушительных землетрясениях в Алматы. Ученые-сейсмологи непрерывно ведут инструментальные наблюдения за сейсмическим режимом. Весь этот огромный объем работы проводится небольшим коллективом научных сотрудников. Специалистов-сейсмологов, как выяснилось, не готовит ни один из вузов Казахстана. По прогнозам казахстанских исследователей, в год на территории Казахстана регистрируется более 8000 землетрясений. Из них только от 20 до 50 ощутимые. С января 2012 года ведется работа по разработке и созданию карт сейсмического микрорайонирования Алматы. Это целый комплект из 8 разных карт, посвященных различным сейсмическим аспектам. На них будет отображен реальный характер возможных сейсмических колебаний грунтов. В определенной зоне наибольшей опасности дана оценка эффективности зданий. Упор должен быть на сейсмостойкое строительство и усиление объектов инфраструктуры уже построенных. Мы должны предупреждать те последствия, которые могут быть. Да, мы можем сказать, условно будет 7 баллов, или 4, или 5, или 6. Но опять же, те разрушительные последствия, которые могут произойти, они во много раз хуже. То есть мы как раз таки занимаемся, или стараемся заниматься прогнозом, или прогнозировать ту ситуацию, которая может произойти. Казахстанские сейсмологи уже в ближайшее время завершают многолетнюю работу над картой сейсмического зонирования территории Республики Казахстан. На ее основе будут разработаны новые строительные нормы и правила. Их, кстати, очень ждут в этой отрасли. Как ждут, например, и закона о сейсмической безопасности в Казахстане? Ведь речь идет о жизни людей в борьбе со стихией. Итак, дорогие телезрители, я с удовольствием представляю нашего гостя. Это Танаткан Дасаревич Абаканов, директор Института сейсмологии, академик Национальной Академии естественных наук, эксперт ЮНЕСКО, доктор технических наук. Скажите, пожалуйста, вот недавно прошло разрушительное землетрясение в Италии. Вот у нас есть ли какая-то система, которая позволяет предугадать, будет землетрясение или нет? Есть ли какая-то методика прогнозирования землетрясения? Есть методика прогнозирования. Мы работаем совместно по методике с Китайской Народной Республикой. В особенности сотрудничаем с Синьцзянь-Уйгурско-автономным районом администрации по землетрясениям. По нашим данным, в среднесрочном плане, это мы даем прогноз на предстоящий год, начале года, сильных и разрушительных землетрясений. Интенсивность семи и более баллов с вероятностью 70% на территории города Алматы и пригороде мы не ожидаем. В середине года это наше заключение было уточнено с привлечением данных всех, которые у нас имеются в наличии, а также сопредельных государств, это имеется в виду Китай и Кыргызстан, также подтвердили свой прогноз. Но вас интересует в большей степени краткосрочный прогноз часы недели. Ну, то есть, если я вас правильно понял, Новый год, во всяком случае, алматинцы могут встречать совершенно спокойно, да? Думаем, что так должно быть. Так будет, ну дай бог, как говорится. А вот методика какая у вас? Методика, я вам сказал, это совместно разработанная с Китайской Народной Республикой в области прогноза, они продвинутые. Тут привлекают все имеющиеся материалы по геофизике, сейсмичности, сейсмическому режиму, активизации и затищия гидрогеологических, гидрогеохимических параметров. И эти данные нам дают основание, что мы будем ожидать до Нового года с вероятностью 0,7 сильных и разрушительных землетрясений не ожидать. Ну, то есть, возможно, мелкие толчки, но сильных и разрушительных мы не будем ждать. Безусловно, это фон региона. А вот еще один вопрос, который волнует наших алматинцев. Все равно есть городские легенды, которые говорят, что есть определенные сейсмические разломы под городом, которые проходят вдоль тех или иных улиц. Есть ли какая-то карта районирования вот этих опасных? Безусловно, такие карты у нас имеются. Эти карты уточняются, а также выясняется их активность, возможность проявления подвижек. И эти данные также мы используем в своих работах. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, есть район орбита, допустим, Первого Алмата и так далее. Вот где достаточно проблемные зоны в Алмате? Проблемные зоны? Ну, исторически это в сторону Первой Алматы, предгорной зоны, где имеется система тектонических разломов, различной ориентации. Там надо смотреть карту и конкретно по карте ориентироваться. А есть такая карта? Вот, допустим, если я зайду на ваш сайт, я увижу эту карту? Или, допустим, на сайт Акимата Алматы? Дело в том, что на сегодняшний день мы все пользуемся старой картой. Старая карта для того периода, когда была разработана в 1983 году. За это время территория города выросла. За последние два года территория города выросла еще в два раза. Если было в 2013 году территория площадь 35 080 га, то в настоящее время с присоединением новых территорий, предгорных, стало 70 200 га. Таким образом, вот новые территории мы проводим исследования и включаем картирование для сейсмического микрорайонирования на новой методической основе в международных стандартах. Это новый подход совершенно, в отличие от старого. Старая методика была использована в Советском Союзе, но мировая общественность переходит на новые, более прогрессивные методы составления карт сейсмического микрорайонирования. То есть, в данном случае, карты есть, и алматинцы могут их увидеть. Дело в том, что новая карта будет разработана с учетом новых территорий в конце этого года. В 2017 году будет специально выпущен строительные нормы, правила на основании этой карты. Мы должны были разработать карту по положению, по плану в 2017 году, но так как нас обязали ускорить работу, на год раньше выпускаем комплект карт сейсмическим микрорайонированием. А вот насколько вам поможет международное сотрудничество в реализации вот этих проектов? С кем вы сотрудничаете вообще? Фактически, я сказал, что это новый подход по международным европейским стандартам. В этой связи нам неоценимую помощь оказал Международный геофизический центр имени Гельмгольца в Потсдаме, Центрально-Азиатский институт исследования земли, которые на безвозмездной основе, на бесплатной нам провели дополнительные исследования по новой методике территорию города. И вы представляете, что раньше был верхний слой исследователь, это 10-метровый тош, а по новому положению на необходимо более 20 метров. Также по старой методике только один подход. Одна карта и все, где указывались зоны с определенной больностью. Сейчас комплект карт по вероятностной постановке. И есть два подхода. Это в пиковых ускорениях, это совершенно новый для Казахстана, а также вероятностные карты больности. И здесь мы провели очень большую работу совместно с нашими зарубежными партнерами. Также привлекли софт-зонд из Москвы. Замечательно. Я думаю, что эта новость порадует наших алматинцев. Спасибо, уважаемый Танат Кандас Каравич, за то, что вы успокоили наших горожан. И мы можем встретить Новый год и предстоящие полугодия достаточно спокойно. Это вероятностный подход. Мы, естественно, работаем над этой проблемой. И для нас основная важность, чтобы наше население спало спокойно. Спасибо. 2 сентября в 20 часов 55 минут врачи констатировали кончину первого президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова. Похороны состоялись в Самарканде на историческом кладбище Сахизинда. С деятельностью Ислама Каримова связаны многие страницы истории Узбекистана, Центральной Азии и мировой политики. Смена власти в этой ключевой стране может привести к самым разным последствиям, которые неизбежно повлияют и на нашу страну. Вопрос не только в том, кто возглавит Узбекистан, но и какой будет политика нового президента. Какими будут плоды этой политики? Об этом мы поговорим на следующей неделе. Алматы – динамично развивающийся город Казахстана, его южная столица. Мы уже привыкли к этим словам и произносим их, часто не задумываясь о содержании. По итогам первого полугодия доходы Алматы на 20% превзошли плановый уровень. Доходная часть бюджета Алматы с учетом поступления трансфертов достигла 251 миллиарда тенге, что на 22% превысило плановый показатель. Поступления налогов оказались на уровне 169 миллиардов тенге, или на 29,9% больше сводного плана поступлений на отчетный период. Неналоговых платежей – 4,7 миллиарда тенге, или, соответственно, 8,4 раза больше. Международные организации констатируют рост темпов развития Казахстана чуть более 1%. Такое падение объясняется низкими ценами на энергоносители, которые составляют примерно 80% бюджета страны. В Алматы нет ни нефти, ни газа, но темпы роста выше, чем в нефтедобывающих регионах. Значит, можем соскочить с нефтяной иглы. Есть альтернативность сидению на игле и продаже за рубеж природных богатств. Алматы остается крупнейшим донором государственного бюджета Казахстана. По итогам первого полугодия 2016 года город обеспечил четверть совокупных налоговых и прочих поступлений государственного бюджета, или 770,5 миллиардов тенге. Из указанной суммы 594 миллиарда тенге направлено в республиканский бюджет. Но есть и недостатки. В результате существенного увеличения доходов и недостаточного исполнения расходных статей в январе-июне 2016 года профицит бюджета Алматы достиг 49,9 миллиарда тенге. Стоит напомнить, что с учетом показателей скорректированного бюджетного плана за отчетный период ожидалось формирование бюджета с дефицитом 7 миллиардов тенге. Оставки бюджетных средств на конец отчетного периода превысили 77 миллиардов тенге. Что это значит? Это значит, что в экономику нашего города не поступила эта сумма, не открыто новые производства, не созданы новые рабочие места. Значит, нужно привлекать наших граждан общественное объединение к реализации экономической стратегии. И здесь свое слово должен сказать общественный совет, который и призван направить гражданскую активность в полезные русла. Конечно, радует то, что с января 2016 года в Алматы создано 3921 юридическое лицо, что составляет 26% от вновь созданных за аналогичный период по Республике Казахстан. Действует 186 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют 34% валового регионального продукта города. Но этого явно недостаточно. Поэтому не осваиваются средства бюджета. Великий шелковый путь 2000 лет назад связывал восток и запад, юг и север. По ним и шли самые разные товары. И не только шелк, как думает большинство людей. Нефрит, береза, изумруды, металлы, продукты питания, скот, боевые кони, оружие. Вот небольшой перечень товаров. Но самое главное – это движение идей. Люди несли с собой научные знания, религиозные и научные представления, письменность, географические карты, календарные системы и многое другое. В современном мире самое важное – отнюдь не материальные ценности, не деньги и не драгоценные металлы. Главное – люди, которые могут выдвигать идеи и могут их реализовывать. Казалось бы, в нашем городе таких много. Но нельзя забывать, что в течение многих десятилетий наша наука и наша страна были оторваны от передовых достижений науки и технологий. Пока мы уговаривали себя, что являемся лучшими в мире, Запад стремительно ушел вперед. И там есть чему поучиться. И это вовсе не зазорно. Вот, казалось бы, привычное занятие для наших горожан – тепличное хозяйство. Казалось бы, что может быть проще – делай парник и целый год получай урожай. Только вот фрукты, овощи, ягоды на рынке и в магазине привезены из Кыргызстана, Узбекистана, Китая и Израиля. И редко у какой-нибудь бабульки увидишь отечественный продукт. Оказывается, мы многое еще не умеем. Нидерландская компания намерена открыть в Алматы инновационный тепличный комплекс по выращиванию фруктов и овощей. Центр обслуживания инвесторов города Алматы активно ведет переговоры с компанией StayFood по открытию теплиц на территории города. При этом, по словам представителей европейской компании, для реализации инновационного проекта не потребуется большого земельного участка. Овощи и фрукты в теплице будут выращиваться на специальных полках круглый год. В Казахстане открылось уникальное учебное заведение – Национальная академия хореографии. Пока это первый вуз в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования. Национальную академию хореографии возглавила эксприма английского королевского балета Алтынай Асалмуратова. Все подробности в нашем следующем сюжете. Открытие в Астане Национальной академии хореографии – выдающееся событие в мире культуры и не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Уникальное высшее заведение торжественно открыл президент Казахстана Нуршултан Назарбаев. Уже с 1 сентября под сводой Академии хореографии с трепетом вступили около 500 будущих звезд и звездочек балетного искусства страны. Отныне здесь смогут учиться талантливые дети не только из Казахстана, но и со всего Среднеазиатского региона. Чем больше развита экономика страны, чем больше зажиточный народ желает дать детям разнообразное образование. Обязательно отправляет на музыку, на танцы, спортом заниматься. И государство создает такие условия. Новая прияда мастеров национального балета и танца будет получать образование в великолепных учебных классах и просторных хореографических залах. У Академии свой театр, спортивный зал, бассейн, студенческие общежития и жилые корпуса для преподавателей. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы они здесь и жили, и учились. Осталось только трудиться, трудиться и добиваться успехов. Балетная школа Казахстана известна всему миру, имеет глубокие корни и традиции. Первое хореографическое училище было основано в 1934 году в Алма-Ате. Академия не могла родиться на пустом месте. Ему предшествует 82 года нашего хореографического училища имени Селезнева, которое завоевало за все свои годы, завоевало приоритетное место в международном балетном пространстве. У нас прекрасные учащиеся. Только в этом году я хочу сказать вам 70 лауреатов различных международных балетных форумов, в которые входят и конкурсы, и фестивали, и другие какие-то мероприятия. Первую Национальную академию хореографии возглавила Алтыная Солмуратова. Она из известной балетной династии. Ее родители, бабушки, дедушки, муж и дочь – все служат балетному искусству. Имя Алтыная Солмуратовой известно всему миру. Прима-балерина английского королевского балета, солистка Мариинского театра и Марсельского балета, художественный руководитель Академии русского балета имени Вагановой. Мир балетного искусства расширил свои границы в Евразии. У большинства талантливых детей появился шанс получить блестящее хореографическое образование. Ведь многие балетные школы мира принимают очень ограниченное количество учащихся. Так, например, балетная школа при Парижской национальной опере принимает 10-30 учеников, не более. Национальная академия хореографии в Астане после самого пристального отбора распахнула свои двери для сотен одаренных детей со всего Казахстана и Средней Азии. Итак, программа «Город и мир» ждет вас у экранов телевизоров каждую субботу. Пишите нам о том, что хотели бы вы узнать или о том, что вас волнует по этим адресам. И мы обязательно ответим на все ваши вопросы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова